Это купе под названием «Купец». Каждое купе в этом вагоне, оно раскрывает ту или иную грань личности Головкина. Его имя было незаслуженно забыто на протяжении целого столетия, а могила не сохранилась. И только сейчас справедливость восторжествовала. Перечесть все таланты этой многогранной личности невозможно. Самарский меценат Константин Головкин был человеком с живым умом, открытым всему новому. Он много путешествовал, бывал в Монголии, Китае и Японии. В 1900 году во время поездки по Европе Головкин познакомился со многими прогрессивными идеями, которые позже воплотил в жизнь. К примеру, по возвращению на родину в Самару Головкин построил знаменитую дачу со слонами, ставшую одним из символов города, эскизы которой, впрочем, как и фигуры слонов, нарисовал сам. Здание располагается так, что его видно с Волги всем проплывающим судам. Об идеях самарского мецената рассказывают экспонаты нового вагона, который вошел в состав фирменного поезда «Жигули», курсирующего по маршруту Самара-Москва. В этом году мы постарались организовать, подготовить и запустить большое количество самых разных, очень интересных проектов, которые призваны напомнить жителям, гостям нашего региона, всем неравнодушным людям о том, что был такой замечательный и очень яркий человек. Мы сказали про то, что все грани его таланта отражены в купе. Я думаю, что это некое превеньшение, потому что купе в поезде 8, а грани таланта Константин Павловича Головкина было больше. Головкин прекрасно рисовал, за свою жизнь написал около 200 картин и тысячу рисунков в стиле реализма. В городе проходили его выставки. В 1897 году по его инициативе был создан Самарский областной художественный музей, в котором представлено пять его картин. А в коллекции восточного искусства есть предметы, которые собрал самарский меценат во время путешествий. Не случайно директор музея Алла Шахматова выступила с инициативой к 150-летию Константина Головкина запустить вагон, посвященный его увлечениям. Мы всегда говорим, что история музея – это история коллекционеров, дарителей и меценатов. Надо сказать, что каждый проект он делает буквально на энтузиазме. Энтузиазме тех людей, которые работают в федеральной пассажирской компании и тех людей, которые служат в нашем Самарском областном художественном музее. Потому что работать в музее – это не то слово. Все мы, услуги нашего любимого музея и двери его всегда открыты, даже по пути следования в Москву. Я надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству вагон и поезда, и вокзалы, и все остальные точки железной дороги, где будут становиться все прекрасней и прекрасней, но со своей стороны окажем всяческую поддержку. Константин Павлович любил технические новинки. По Волге он плавал на моторной лодке, участвовал в создании яхт-клуба, а по земле передвигался либо на автомобиле, который в то время был редкостью, либо на велосипеде. Разбогатив, он тратил деньги на развитие своей любимой Самары. И сейчас, спустя столько лет, город отвечает ему взаимностью. В декабре на Ленинградской напротив дома и одновременно магазина Головкина появится скульптура, увековечивающая его память. Виктория Шарая, Константин Головин, События.